Всем привет! Это Welcome to Jamrek, с вами Куркума и новости Ямайки. Аресты артистов, забастовки рабочих, стычки с военными, ну и, конечно же, донс-холл вечеринки. А куда без них? Сегодня расскажу о главных событиях этой весны на Ямайке. Звезда регги Джак Юр может получить пожизненный тюремный срок за убийство. 1 октября он ударил ножом 45-летнего промоутера Никарда Блейка. Несколькими днями ранее Кьюр участвовал в концерте, который тот организовывал, однако обещанный гонорар за выступление в размере 5000 евро так и не получил. Сначала артист засыпал должника сообщениями с угрозами, а затем, как настоящий бадман, ответил за свои слова. Да еще и сделал это при десятках свидетелей на площади Дам в центре Амстердама. Блейк был госпитализирован с травмами живота, а Кьюр тут же задержан. Прокуроры потребовали приговорить ямайского певца к 8 годам лишения свободы, предъявив ему обвинение в нападении и покушении на убийство. Однако адвокат артиста утверждал, что это была самооборона, и что певец даже и не думал нападать на организатора концерта. Сообщения с угрозами, которые Джак Юр отправлял Блейку, по версии защитника, были просто, цитирую, частью ямайской культуры регги. После всех этих заявлений срок несколько сократился. В конце марта артист был приговорен к 6 годам тюремного заключения за попытку непредумышленного убийства. Во время судебного процесса Джак Юр утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку боялся промоутера. Однако доказательства, представленные прокурором, описали его как жестокого и неуправляемого человека, который был одержим идеей убить Блейка. Несмотря на то, что артист все-таки оказался за решеткой, прокуроров такой итог, видимо, не устроил. Они подали апелляцию, чтобы добиться рассмотрения этого дела как покушение на убийство. Это преступление в Нидерландах влечет за собой тюремное заключение сроком до пожизненного. Так что перспективы у Джак Юра сейчас не самые приятные. Адвокат артиста заявил, что они будут сражаться до последнего. Напомню также, что это тюремное заключение будет для Джак Юра не первым. В 1999 году он был приговорен к 15 годам ямайской тюрьмы за изнасилование, ограбление и незаконное хранение огнестрельного оружия. Артист отсидел 8 лет и в 2007 году вышел досрочно. Во время заключения популярность певца резко возросла. В тюрьме он записал несколько своих хитовых синглов. Один из них – True Reflection – результат участия Джак Юра в тюремной программе реабилитация с помощью музыки. В сентябре прошлого года, незадолго до инцидента на площади Дам, он объявил, что добавляет последние штрихи к новому альбому. Возможно, теперь творческие планы Кьюра несколько изменятся. Дэнхэм Таун – один из самых бедных и социально-взрывоопасных районов в Кингстоне, имеющий легендарную историю бандитских разборок. Этой весной он достиг пика своей нестабильности. Желая победить хроническое насилие, царящее в сообществе, администрация Холнеса еще в октябре 2017 года объявила Дэнхэм Таун зоной специальных операций. А это значит, что на протяжении последних пяти лет район находится под постоянным контролем сил обороны Ямайки. Однако эта попытка снизить уровень преступности в Дэнхэм Таун привела к новой проблеме – противостоянию мирных жителей с армией. Напряженность регулярно обостряется, поскольку между гражданскими лицами и солдатами сохраняется глубоко укоренившееся недоверие. Жители обвиняют силовиков и говорят, что регулярно подвергаются жестокому обращению. 16 апреля военнослужащий Джидеев сострелил 32-летнего Харейна Глена при противоречивых обстоятельствах. Мужчина был убит на глазах у своей жены, матери и 13-летнего сына. Инцидент произошел на Чарльз-стрит около шести вечера. Местные жители утверждают, что покойный попытался защитить своего двоюродного брата, которого в тот момент жестоко избивали военнослужащие. Когда Глена попытались задержать, он оказал сопротивление. И, по словам свидетелей, солдаты, не задумываясь, применили оружие. Сами же военные придерживаются другой версии. Восемь солдат вели пеший патруль, когда увидели четырех подозрительных мужчин. Военные приступили к обыску этих людей, и один из местных жителей якобы плюнул в них. Солдаты решили задержать его, и тогда к группе подошел Глен. Военнослужащие утверждают, что он вылил на них содержимое пивной бутылки и первым начал драку, в ходе которой попытался отнять у одного из солдат оружие. Глен был ранен в живот четыре раза. Впоследствии он скончался в государственной больнице Кингстона. Смерть мужчины вызвала небывалую волну протестов в сообществе. Разгневанные демонстранты заполнили улицы района. Протестующие утверждали, что Глен стал жертвой хладнокровного убийства, и призывали к скорейшему расследованию инцидента. За один день община превратилась в свалку старых автомобилей, техники, шины, мусора. Люди перекрывали движения и поджигали холодильники и машины. Своим гимном протестующие сделали трек «Мёда» Буджу Бантана. Убирать мусор с улиц пришлось военнослужащим. Все следующее утро они трудились под палящим солнцем, собирая и вывозя искореженный металл. Разгневанные жители в это время осыпали их оскорблениями. После этого инцидента беспорядки в Денхамтаун не прекращаются. Жители общины утверждают, что постоянные стычки с представителями сил безопасности напоминают им о похожей на Блицкриг военной зачистке Тиволи Гарденс в 2010 году. В интернете появляются все новые и новые шокирующие видео из Денхамтауна. Кадры стычек военных с местными жителями, сделанные 4 и 5 мая, мгновенно стали вирусными. На записях хорошо видно, как солдаты избивают местных жителей, включая даже беременную женщину. После всего этого вооруженные силы Ямайки сделали следующее заявление. Мы продолжаем призывать жителей населенных пунктов, в пределах которых должны действовать силы безопасности, сотрудничать с нашим персоналом, поскольку они стремятся обеспечить безопасность граждан в этих местах. Все действия JDF направлены на то, чтобы как можно лучше справиться с проблемами в сообществе. Также представители военных сообщили, что начали внутреннее расследование смерти Глена и обязались сотрудничать с Индеком. Премьер-министр Эндрю Холнес, комментируя ситуацию в Денхамтаун, заявил, что силы безопасности не отдадут общину преступникам. Позвольте мне разъяснить любой разведке, которая стоит за преступностью, что правительство Ямайки не будет закрывать зону специальных операций в Денхамтаун и не отдаст общину преступникам. Он также отметил, что у военных и раньше были проблемы с жителями сообщества, но это никогда не было и не станет поводом для прекращения работы сил безопасности в Денхамтаун. Кроме того, премьер-министр пообещал лично посетить общину в ближайшие дни. Возможно, вы удивитесь, но самое обсуждаемое событие на Ямайке вовсе не арест Джок Юра и не беспорядки в зоне спецопераций. Самый громкий инфоповод этой весны – проблемы с водоснабжением. Они, как известно, являются неотъемлемой частью жизни на острове, но в этом месяце достигли небывалого размаха. За операции по водоснабжению и обслуживанию канализации на Ямайке отвечает Национальная комиссия по водным ресурсам – NWC. Соответственно, если у этой компании возникают какие-либо проблемы, то перебои с поставками питьевой воды жителям Ямайки обеспечены. А проблему NWC хоть отбавляй. Клиенты задерживают выплаты, долги компании растут, а рабочие периодически не хотят работать. Но дело тут вовсе не в лении или некомпетентности. Сотрудники компании уже несколько лет требуют пересмотра трудовых договоров и повышения заработной платы. Этой весной спор с работодателями достиг своей критической точки. 10 мая более 2000 рабочих объявили забастовку. Они заковали ворота NWC цепями и забаррикадировали вход в офисы компании в Сент-Эндрю. Сотрудники с плакатами требовали, чтобы Министерство финансов рассмотрело их проблемы. В результате забастовки пострадали более 500 тысяч клиентов NWC. А многие школы и другие государственные учреждения в этот день были вынуждены закрыться раньше. Оппозиционная Народная национальная партия обвинила в забастовке правительства. Похоже, что забастовка сотрудников NWC является лишь симптомом неспособности этого правительства обеспечить стабильность среди работников государственного сектора. Вечером министерство призвало стороны к экстренным переговорам. Представлять рабочих взялись пять профсоюзов. Однако к согласию с NWC они пришли лишь на следующий день, после 16 часов переговоров. Пересмотры выплата компенсации должны быть осуществлены в течение следующих шести месяцев. Эндрю Холнес обратился к сотрудникам NWC с призывом вернуться на работу, поскольку теперь правительство обращает на них внимание в связи с их обоснованными опасениями. Сотрудники вернулись к работе 12 мая в 11 часов вечера. Но двухдневная забастовка успела нанести значительный ущерб деловой и государственной деятельности по всей стране. Закончить выпуск хочется на позитивной ноте, поэтому про данс-холл. Сегодня поговорим про манипулап, концепцию, которая в последнее время стала весьма популярна на данс-холл вечеринка. Она заключается в том, чтобы заплатить Селекта за исполнение на бис определенного трека на тусовке. В одном из своих последних интервью известный в ямайских соцсетях энтертейнер Triple X довольно жестко прошелся по этой теме. Артист обвинил Селекта в том, что они пренебрегают желанием публики и ставят только те треки, за которые платят. Этот феномен, считает он, категорически разрушает данс-холл и уже запустил деградацию культуры вечеринок на острове. Я думаю, что это одно из явлений, порочащих нашу музыку, заявил он. Худшее, что могло случиться с данс-холлом, это манипулап. Известный Селекта Бум-Бум смотрит на эту ситуацию совсем иначе. Он считает, что некоторые из его коллег просто не понимают, как работает манипулап. В своем интервью известному ямайскому изданию The Star он высказал следующую мысль. Допустим, Селекта играет песню, и кто-нибудь готов тратить 2000 долларов каждую минуту, только на то, чтобы ее ставили снова и снова. Но людям на вечеринке этот трек не нравится. Тогда ты просто делаешь один пулап, берешь 2000 долларов и переходишь к следующей песне. Грамотный подход. Особенно, если полученные с пулапа деньги ты тратишь на благотворительность. А именно так и поступает The World Team, команда, состоящая из Бум-Бум, Харри Хайпа и Зиджей Майла. 8 мая они пожертвовали почти 300 тысяч ямайских долларов матерям, посетившим вечеринку Бум Сандэйс в Сайт Эндрю. Деньги для этой благотворительной акции Селекта заработали с помощью манипулап. И эта акция на День Матери была далеко не единственной. Такие раздачи подарков команда проводит регулярно. На Бум Сандэйс, Аптаун Мандэйс, Босси Тьюздэйс, одним словом на всех своих мероприятиях. Наш манипулап – это как движение в помощь бедным, объяснил Бум-Бум в своем интервью. Селекта также рассказал, что когда они играют за границей, то забирают деньги домой, обменивают их на ямайские доллары и раздают людям на улицах. Даже когда пандемия вынудила их перейти на виртуальный формат вечеринок, команда по-прежнему поддерживала благотворительную традицию. На деньги, собранные за время прямых эфиров, они построили три дома для бедных в своем сообществе и каждую неделю предоставляли им пакеты помощи. Бум-Бум рассказал, что эти люди все еще приходят к нему во двор, и он дает им деньги и еду. С помощью заработанного на вечеринках команда заботится о нуждающихся на протяжении двух лет. Так что можете смело передавать селекта деньги и заказывать любимые треки, если вам посчастливилось оказаться на вечеринке The World Team. Все они пойдут на доброе дело. И на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. Спасибо, что уделили свое время и внимание новостям Ямайки. Не забудьте оставить свой отзыв в комментариях и поделиться этим видео с друзьями. С вами был Welcome to Jamrock и Куркума. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok